Самые вредные продукты для печени, что убивает вашу печень. Печень это главная железа нашего организма, она выполняет более 500 важнейших функций и задач, главной из которых является фильтрация и детоксикация нашей крови. Печень не болит, если разрушается, и потому о первых признаках больной печени вам жизненно необходимо знать. Кстати, болезни печени видно по ногам, по коже и по другим ярким и точным признакам. У меня только в сентябре 2022 года вышло 4 видео о печени. Есть несколько совсем старых, но очень важных видео. Ссылки на самые главные из них я оставлю вам под этим видео. Итак, что же из продуктов питания и их ингредиентов очень вредно для печени? Будет 8 важных пунктов и много подпунктов. Первое – фруктоза, сахар, афинат, иные сахара. Фруктоза – это моносахарид. И именно, и только фруктоза перерабатывается только печенью, в отличие от другого и самого распространенного моносахарида. Глюкоза в процессе гликолиза и циклокрепса используется любыми клетками нашего организма, чтобы дать им энергию. Но фруктоза перерабатывается только печенью, а печень жиреет от фруктозы. И это, несмотря на низкий гликемический индекс фруктозы, отчего многие ученые еще не так давно советовали есть именно фруктозу и делать из многих продуктов фруктозные сиропы – кукурузные, агавы и тому подобное. Кстати, вся Америка сидит уже давно на кукурузном сиропе. А он, кстати, теперь делается на 100% из ГМО-кукурузы. А там, помимо воздействия на геном человека, есть и гербицид глифосат, который вызывает рак, и не только. Напишите, не поленитесь под этим видео, сделать ли мне отдельное и подробное уже видео про самые, наоборот, полезные продукты для печени. Да, во многие продукты питания химическая промышленность добавляет сейчас не сахар, а мальтодекстрин. Это так называемый осушитель масел. Он добывается также из геномодифицированной кукурузы. Его гликемический индекс, в отличие от фруктозы, не 19-20, а у глюкозы, напомню, 100, как эталона, а 110-120. Читайте непременно на этикетках, покупая что-то, где он есть. И это не берите. Сладкие газировки, естественно, пить нельзя. А те, что не содержат сахар, обычно содержат аспартам, страшнейший канцерогеноразрушитель печени. Запомните, никаких консервированных фруктов, варений, конфет, всего, что концентрирует сахар, категорически не ешьте. Второе. Вареные крахмалы. Для печени они страшны. Они буквально заклеивают клетки печени гепатоциты. В дальнейшем развивается фиброзная ткань, а это путь к циррозу. Что это? Это хлебобулочные изделия. Это любая клейковина. Это картошка. Это рис, кроме сорта супер басмати. Потому что там уже резистентные крахмалы было у меня об этом видео. Это уже отдельная тема. Это не опасно. А вот жиры не опасны для печени. Если они, конечно, не окислены. Но это только при условии отсутствия сахара в рационе питания. Третье. Некоторые растительные жиры или масла. Не потребляйте масла, которые создают сильные воспаления в организме, в наших тканях. Те, которые содержат много омега-6 и мало омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Самые вредные масла. Соевое, кукурузное, рапсовое, хлопковое. Эти масла проходят особо глубокую технологическую обработку. Естественно, губителен для организма и для печени маргарин. Этот гидротированный синтетический жир. Я ставлю ссылку на мое видео про омега-3, 6, 9 жирные кислоты. Там буквально все. И на видео про кетопитание, веганскую кетодиету. Мелочи, нюансы в этом видео особо важны. И не бойтесь насыщенных жиров, но если вы не едите сахар и едите очень мало сладкого, только в этом случае, тогда жир пойдет на энергию, а не отложение в сосудах и в ваших тканях. То есть тогда вы не жиреть, а будете как раз стройнеть от потребления жира в рационе питания. А какие масла можно есть? Минуту моей рекламы. Качественной, уникальной и очень нужной всем продукции от Фролова. Понимает тот человек или нет, от этого суть не меняется. Я рекомендую всегда иметь с собой и дома в аптечке вот этот спрей для носоглотки. И вот почему. Он лечит насморк, сопли, заложенность носа. Но это не главное. Он снимает зависимость от сосудосуживающих препаратов, на которых миллионы людей сидят годами. А значит снимает сухость слизистой. И перспективу заработать полипы в носу. А еще это защита от вирусов. Просто перед походом в общественные места брызгайте и нос, и горло. Давайте его с собой детям в школу. Берите везде и всегда. Защитите себя от ангин, ОРЗ и ОРВИ. Подробнее о нем вы можете посмотреть вот в этом видео. Ссылка в описании. А еще в данной линейке препаратов, созданных учеными Новосибирского академгородка, гель для суставов глубокого проникновения, для регенерации хрящевой ткани межсуставной жидкости, которая лечит артриты и артрозы. Также хочу вам предложить гель-сорбент для кишечника, который очищает кишечник и нормализует его работу. А еще вот этот уникальный гель и крем глубокого проникновения для омоложения кожи. Все эти препараты не имеют аналогов в мире. Ни в Швейцарии, ни в Японии нет ничего подобного. Ссылки на эти 4 видео об этих 5 продуктах я дам вам в описании под этим видео, под номерами 1, 2, 3, 4. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, масла, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в то или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. А какие масла можно есть? Льняное, кунжутное, органовое, оливковое, кедровое, амарантовое. Плоды авокадо, кстати, очень полезны. Четвертое, изоляты соевого белка. И вообще любые высокомолекулярные белки по большому-то счету вредны для печени. Ведь печень многие белки разбирает. Печень участвует в круговороте, скажем так, белков в организме. А изолят соевого белка добывают с применением вредных ядохимикатов. Потому не ешьте никаких веганских гамбургеров, из сои все это делают в основном, соевых батончиков. И вообще все, что делается из сои, лучше не есть. Тем более, что сои в мире в основном генномодифицированы. Запомните это. Изучите упаковку. Нет ли там в продукте, который вы берете, изолятов соевого белка. Дорогие товарищи, вообще, чтобы не путаться, надо есть всегда только цельные продукты, а не те, что произведены химической пищевой промышленностью, и в составе которых куча-куча ингредиентов. Если они, конечно, не природные, не естественные эти компоненты. Пятое, афлотоксины. Об этом очень подробно писал в свое время профессор Кэмпбелл, а я делал видео. В первую очередь, речь идет про арахис. Кстати, это не орех, а относится к бобовым. Там много лектинов, очень вредных белков, которые вызывают воспаление. И более того, очень часто в арахисе присутствует афлотоксин, который вырабатывают грибки аспергилиус, которые, естественно, присутствуют в любой влажной, тем более, почве, и поселяются на высокобелковом продукте арахисе, если хоть чуть-чуть неправильные условия хранения наблюдаются. Афлотоксин губительный для печени вызывает рак печени. Не рискуйте арахис, не ешьте. Кстати, избыток железа в организме также опасен для печени и даже вызывает цирроз печени. Мясо для печени, конечно же, вредно, как и для всего организма. Шестое. Соль жареная и копченая. Все копченое, жареное, канцерогенно. Особенно жареное в масле. Особенно картофель фри. Не ешьте это категорически. Острые специи тоже неполезные. Ну а то, где много натрия, очень вредно. В этой связи излишки и избытки соли, натрий хлор, вредны. Не солите много. Что касается глутамата натрия, это страшный яд. Это усилитель вкуса, применяемый во всех фастфудзаведениях. Он провоцирует вас есть еще больше и еще. Он безумно токсичен для печени. В этой связи всякие колбасы и прочее, как я уже говорил, недопустимы. Никаких красителей, разрыхлителей, улучшителей вкуса, консервантов. Это все губительно для печени. Только натуральные, цельные продукты, еще раз говорю. Седьмое. Сухой белок из молока. Сывороточный белок. Протеины молочные для всяких культуристов и так далее. Это вредно. Это не цельный продукт. Ну тогда уж, по крайней мере, ешьте вместе с этим жиры. Даже полезный конопляный протеин, либо вот этот 4 в 1, где повышенное содержание таких аминокислот, как аргинин, трептофан и реакции антигена антитела в организме, такие белки низкомолекулярные не вызывают. Однако, все равно, вместе с их приемами, ешьте что-то жирное. Например, салат с авокадо. Естественно, туда можно добавить льняное неокисленное масло. Ну и тому подобное. В общем, вы поняли. Восьмое. Алкоголь, конечно, не является продуктом питания, несмотря на то, что продается в гастрономах. Потому о нем рассуждать, разумеется, сейчас я не буду. Но скажу лишь одно, что это безусловно гибель для печени. А вот здоровый кишечник, это половина здоровья печени. Что же полезно для печени? Да многое. Подробно я могу сделать видео, как вам говорил, если вы напишите побольше комментариев, в которых попросите меня это сделать. Ну и, конечно, это зелень, любые горечи, дикоросы некоторые, чеснок, некоторые травы, например, бессмертник, и вообще любые желтого цвета. Напоминаю про мои последние четыре видео о печени. Там я тоже говорю, что особенно важно и полезно, что восстанавливает работу печени. Есть у меня также на моем сайте nadgar.ru набор для улучшения работы печени на 4 месяца рассчитанный. Это очень важный комплекс, состоящий из фитой фунготерапии, из того, что проверено тысячелетиями. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет, и вы сделаете хорошее дело. Ну а теперь, уважаемые зрители, досмотрите еще две минуты, особенно те, кто у нас еще ничего не приобретал, на нашем сайте nadgar.ru. И те, кто смотрит это мое видео, находясь, проживая не в России, а в других странах мира, смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru. Посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары, вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам, там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.